Псевдо-венерический запор Стрелец Это что, я болею или так должно быть? Или вот, полное засыпление носовых трюмов Я, блин, корабль что ли? Я с человека, а не пароход, чтобы меня такими словами описывать Ну мне просто за справку пришел, чтобы быстренько посмотрели Быстренько написали, жив, здоров, годен Управлять личным транспортным средством может Я же в автошколу иду записываться, а не в подводный космонавт. Айболит говорит, нет, нет, батенька, мы должны вас досконально изучить и категорически удостовериться, что вы полностью здоровы и ни хрена не больны. Кто больны? Да я больный. Да я так здоровый, как ты ни в одной своей справке не писал. Я двухпудовую гирю 28 раз подыму, чем хочешь. Ну, говорит, похвально, похвально, батенька. Ну, говорит, что это у вас? Я говорю, что? Вот этот вот прыщик у вас на лбу. Я говорю, что? Комар какой-нибудь укусил? Нет, 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 нет. Это не комар, не муха, не шмель, даже не дятел. Ах, какой прыщик типичненький. Ах, какой взглядик у вас предсмертненький. Окрепитесь, батенька, мужайтесь. У вас гнойное помешательство. И не просто так, а в сочетании с поперечной трещиной менталитета. Полное пупение живота. А также воспаление нюховых проходов на фоне дверного ущемления носа. Носовая резьба сорвана, оба передних прохода сужены. Я говорю, что вы охренели, каких проходов? Какого носа? Я один раз в жизни только чихнул. И то, когда меня после 8 марта газовым баллончиком будили. Ярко выраженные сподлобные пучеглаки со временем приводят к глухому онемению слепой кишки. К сожалению, справочку мы вам сегодня выдать не сможем. И завтра тоже. И никогда. Ну, а вот направление сейчас накатаем ко мне в процедурную. Ну, я вам баночки поставлю на глазки. И иголочки под ноготочки. Ну, если это вам не поможет, тогда ничего не поделаешь. Само собой, такая судьба. Придется отправить вас на смену пола. Тем более, что он у вас не очень-то и мужской. Я говорю, а какой? Он детский. Давай вот тут эту справочку писать. Посмотри, что они тут написали. Температура 36,6. В тени. Давление 320 на 127. Стул липкий. Параллельность ягодиц нарушена. Нервное облысение обеих подмышек. И общий диагноз. Хронический пердит. Вот такое вот заключение. Просто какой-то акт о капитуляции организма. Не, ну вот хоть цветочки напяливай, под гранитный камушек лезь. А я не полез. Вернее, полез. Но не под камушек, а как себе в карман. Вот так вот кошелек вытащил, на стол бросил. Говорю, сколько будет стоить вылечить меня от всего прямо здесь и прямо сейчас? Доктор говорит, приятно иметь дело с понятливыми людьми. А то приходит, давай кричать. У нас, мол, медицина бесплатная. А то, что у врача зарплата на три размера меньше, чем у гнома носки. Про это молчат. Ребята, я ваш бизнес понял. Вам семьи надо кормить? Деньги отдал, бумажку взял и пошел. И слышу уже у двери доктор мне говорит, до свидания. И сестра, то ли из-за ширмы, то ли из утки, говорит, до свидания. А я так исподлобно, пучеглаза на них посмотрел. Трещину в менталитете почесал. Говорю, нет уж, ребята, лучше прощайте.